Генеральный спонсор программы «Я крестьянин» Агромолкомбинат Рязанский представляет торговую марку «Му». «Му» – отборное молоко Рязанского края, где заботится о своих коровах и прекрасной окружающей среде. Конный спорт приобретает все больше и больше помощи. Конно-спортивные состязания привлекают огромное количество зрителей. Верховая езда становится одним из самых популярных видов отдыха. Многие хотят приобщиться к этому занятию, но не знают, как и с чего начать. Попытаемся в этом разобраться. Согласно исследованиям британских ученых, впервые лошадей приручили 5,5 тысяч лет назад на территории Северного Казахстана. История приручения лошадей напрямую связана с историей развития человеческой цивилизации, главным образом торговли и военного искусства. Но лошадь не только подспорье в хозяйстве. Это верный друг и даже домашний лекарь. Ездить для здоровья советовал еще Платон. А Плиний-старший говорил, что верховая езда полезна для желудка и суставов. Она улучшает осанку и работу органов дыхания, снижает риск возникновения гипертонической болезни и появления инфаркта миокарда. В наши дни для обозначения лечебной верховой езды появился даже специальный термин – ипотерапия. Помимо этого, прогулки на лошадях хорошо влияют на состояние вестибулярного аппарата и дают организму необходимую физическую нагрузку. Для городского жителя верховая езда – один из способов снять стресс и накопившуюся усталость. Полностью отключиться от повседневных проблем и забот. Кроме того, это возможность побыть на природе и найти новых друзей среди единомышленников. О прогулке верхом мечтают многие, но не знают, где и как можно это желание осуществить. А что делать, если хочется приобщить к конному спорту детей? В деревне Хирина Рязанского района уже несколько лет работает детский конно-спортивный клуб «Авангард». Мы занимаемся с детьми от 6 до 14 лет бесплатно. То есть это редкость не только в Рязани, но вообще по России. Благодаря Георгии Семеновичу Свидову дети имеют такую возможность общаться с лошадьми, заниматься и выступать. Дети до 6 лет катаются на пони. В клубе «Авангард» занимаются не только жители Хирина. Здесь будут рады всем любителям верховой езды. Возле клуба нас встречают трехлетняя Настя Овчинникова и Дема. Вообще-то старенького пони зовут Диметра. Но чтобы детям было удобнее, имя сократили. В нескольких метрах от нас площадка для тренировок. Здесь занимаются ребята постарше. Мы залюбовались тем, как они лихо сидят в седле и берут барьеры. Ксюша Федосенко ходит в клуб не так давно. Но уже не представляет своей жизни без лошадей. Мне больше нравится, как галопом ездить. И как Даша меня гоняет. Даша Афанасьева для Ксюши не только старший товарищ, но и пример для подражания. Даше 12 лет. Шесть из них она занимается в клубе. Проводит в конюшнях все свободное время. Азанчи, жеребец, на котором ездит Даша, охалтикинской породы. Это одна из самых древних пород в мире, наряду с арабской. Охалтикинцы преданы своим хозяевам. Они могут не подпускать к себе других всадников и даже сбрасывать их. Азанчи – обладатель приза дерби. Очень престижного приза конно-спортивных состязаний. Даша смогла найти общий язык со своенравным красавцем Азанчи. Тренировки проходят в полном взаимопонимании. А хорошая подготовка – залог успеха на соревнованиях. Самые такие хорошие были – это вот я в Курск ездила на чемпионат ЦФО. Вот, заняла там второе место. И в Треборе первый этап, в всероссийский детский турнир. Я первое место заняла. Этого жеребца монгольской породы и вороной масти так и зовут – монгол. Раньше он работал в цирке. Здесь его любят за добрый и покладистый характер. Проникнувшись царящей вокруг атмосферы, я первый раз за всю свою жизнь села на лошадь. Аккуратно. Заседло. И колкаемся. Все. Давай, веди. Прилично. Прилично. Прилично все великолепно. Корпус прямо, прямо. Милые болезни. Встречки назад, встречи вперед. Сидим красиво. Ну, вообще супер. Я так понимаю. Ну, вы, я так, что красиво живет. Улыбаюсь при этом. Не даже вон. Ощущения необыкновенные. Не очень нравится. Лошади – это страсть руководителя предприятия «Авангард» Георгия Свида. С детства и через всю жизнь протянулась любовь к этим сильным и гордым животным. Георгий Семенович утверждает, что общение с лошадьми очень полезно для духовного равновесия. Они снимают усталость и радуют глаз, а прокатившись на лошади после тяжелого рабочего дня легко восстановить прежнюю работоспособность. В «Авангарде» 50 лошадей, в основном тракенинской и ганноверской породы. Детей учат верховой езде, конкуру – это преодоление препятствий – и троеборью. Тренер Елена Владимировна раньше сама занималась конным спортом. Одно время пыталась уйти, но поняла, что любовь к лошадям – это на всю жизнь, и вернулась. Сейчас она тренирует сразу 20 юных спортсменов. В работе с лошадьми и с детьми – это работа найти под спортсмена именно его лошадь. Потому что столько же людей, столько лошадей, у всех свой характер. И с лошадью надо договориться, как с ребенком. С ней жестокость неприемлема, и слишком большая доброта невозможна. Да, дети приходят охотно, начинают заниматься. Но конный спорт – это тяжелый спорт. Тут не только твои силы, но тут ты должен договориться со своим партнером, именно партнером. И многие из-за этого, что не получается, бросают. И бросают иногда очень талантливые дети, что обидно. Найти общий язык с лошадью бывает непросто. У каждой из них, так же, как и у нас, свой характер. И каждый день разное настроение. Если лошадь не чувствует симпатию и доверие к человеку, она не станет делать то, что он хочет, и может даже сбросить его. Но так может случиться только со взрослыми. Детьми себя ведут совсем по-другому. То есть, если со взрослым она может упрямиться, то с ребенком она не будет упрямиться. Она старается его даже верхом не уронить, а сберечь. То есть, они это очень понимают. Лошади якутской породы. В авангарде их шесть. Откуда они приехали, понятно из названия породы. В дороге провели 10 суток. Когда открыли борт машины, работники клуба удивились тому, какие эти лошади маленькие. Лошади – ровесники мамонтов. То есть, они разводились и жили в Якутии со времен мамонтов. И вот порода считается аборигенной породой. Не культурной, как вот наши выведенные, специально для верховой езды, упряжи, а собственной породы. То есть, как лошадь Прживальского, Тарпаны. И вот такие же существуют аборигенные породы. Это вот считается якутская, монгольская, авиатская порода. В авангарде якуты живут с ноября прошлого года. Все это время их приучают к людям. Ведь на родине они жили в естественных условиях. Их взяли прямо из табуна, совсем дикими. В Якутии лошадей выращивают на мясо. В конно-спортивном клубе, после того, как животные станут ручными, они из-за своего невысокого роста составят подобие пони-клуба и будут катать маленьких детей. Рост не единственное отличие коней якутской породы от наших лошадей. Они более друг за друга. То есть, если наша лошадь, она подойдет к вам и будет с вами стоять, общаться, то есть, они привыкли, что человек с ними с рождения, то эти нет, они привыкли друг с другом и будут стараться, если одна подошла, то другая подойдет. Но если никто не подошел, никакая не подойдет. То есть, они друг за другом. В конно-спортивном клубе «Авангард» есть и представитель знаменитой орловской породы. Этот красавец-конь по кличке Спартак – любимец Татьяны Осиповой. Фотограф-любитель, она живет в Рязани, но почти каждый день приезжает в Хирино. Приезжаю пообщаться с лошадками, с любимыми. И на самом деле, как бы, в Рязанской области общаться можно в разных местах. Но выбираешь себе не только лошадей, и сколько лошадей, сколько еще должна быть обстановка, люди, отношение людей к лошадям. И когда люди, когда ты приезжаешь на конюшню, люди к тебе относятся с дорогой душой, то это всегда приятно. Татьяна Николаевна утверждает, что Спартак ждет ее и скучает. При встрече обнюхивает карманы в поисках обожаемой морковки. А еще он любит валяться в пыли. Лошади получают от этого такое же удовольствие, как люди от массажа. Почти. Сейчас вот. Ой, это, это... Ой, осторожно. Принимает грязевые ванны. Лошади для человека не только рабочая сила, а прежде всего друзья. И в конно-спортивном клубе «Авангард» это хорошо знают. В художественных произведениях о жизни деревни крестьяне, отправляясь на работу в поле, брали себе на обед каравай хлеба и молоко, которое прекрасно утоляло не только жажду, но и голод. Сейчас существует много разновидностей молока. Разные жирности, обогащенные витаминами, йодом, козеином. Недавно в продажу поступило новое молоко, выпускаемое агромолочным комбинатом «Рязанский». Это молоко не только обладает отменным вкусом, но также дарит красоту и здоровье. Продукция новой торговой марки «Му» уже в продаже не только в нашей области и соседних регионах, но и за рубежом. Молоко пьют люди всех возрастных категорий и социальных групп. Врачи рекомендуют включать в рацион молоко и молочно-кислые продукты для укрепления здоровья и улучшения самочувствия. Испокон веков человечеству известно о целебных свойствах этого продукта. И действительно молоко является незаменимым источником микроэлементов, белка. Как вы знаете, снижение количества потребляемого белка снижает иммунитет, что усугубляет тяжесть заболеваний и может приводить к гипотрофии. Недостаточное потребление микроэлементов, таких как кальций, магний и фосфор, которые участвуют в обменных процессах достаточно активно в организме, может приводить к серьезной патологии костно-мышечной системы. И естественно, если мы хотим иметь здоровую нацию, боеспособную армию, то, наверное, особенно потребление молочных продуктов, в частности в детском возрасте, людям показаны и необходимы. Визитной карточкой агромолочного комбината «Рязанский» стала продукция торговой марки «Амка». Она занимает прочную позицию на российском молочном рынке. «Амка» – это молоко стерилизованное, цельное и обезжиренное молоко, цельномолочная продукция и многое другое. Торговая марка «Му» – не конкурент, полюбившийся всем «Амке». Появление нового бренда говорит о том, что комбинат постоянно развивается и при этом не забывает о своих покупателях. Приятие, на данный момент времени эффективно функционирующее в России и вообще в мире, выпускает линейки продуктов во всех ценовых сегментах. В дешевом, скажем так, экономичном, в среднем для среднего потребителя, в дорогом и в супердорогом. Поэтому создание вот именно такой торговой марки, повторяюсь, опять же, оно не призвано убить с собой торговую марку «Амка». Это просто другой продукт. Чем же новая торговая марка «Му» отличается от популярной «Амки»? Не только ведь упаковкой. Хотя надо отметить, что над созданием пакета работала дизайнерская студия. Проводились маркетинговые исследования. В итоге была выбрана вот такая вот достаточно интересная, на наш взгляд, достаточно индивидуальная, как я бы сказал, на рязанском, так и на российском рынке упаковка и оформление упаковки. Потому что если почитать, то здесь можно найти на упаковке достаточно много интересной информации. Не такую информацию, которую пишут там на всех продуктах, необходимую по ГОСТу, да. Ну и, скажем так, интересно, почему именно это молоко мы рекомендуем пить, почему оно такое привлекательное, почему это действительно молоко, почему оно полезно, почему оно удобно, это молоко. То есть мы в такой доходчивой достаточно форме пытаемся людям донести, что вот это молоко, оно удобное, оно вкусное, оно натуральное, оно высококачественное. Решили придумать и выпустить, скажем так, более люксовый продукт, который направлен на более взыскательного потребителя. Рязанский – крупнейший молочный комбинат области. Более 30 лет предприятие выпускает продукцию, которая вырабатывается только из натурального коровьего молока, без применения сухого молока, полученного от постоянных поставщиков из экологически чистых районов Рязанского региона. Для того, чтобы разлить молоко «Амка», мы собираем лучшее молоко со всей Рязанской области, со всех лучших колхозов Рязанской области и, собственно говоря, разливаем высококачественное молоко «Амка». Для того, чтобы выпустить вот этот продукт, мы берем молоко исходное, только отборное молоко, собственной мегафермы, которая принадлежит колхозу «Авангард», к которой были завезены канадские коровы. И только это молоко, скажем так, люксовое, отборное, наивысочайшего качества идет на розлив от молока торговой марки «Му». Желания и вкусы потребителей – главные ориентиры в развитии предприятия. Сотрудники комбината надеются, что молоко «Му» придется по вкусу широкому кругу потребителей. Мы решили провести собственный опрос и предложили людям, от пенсионерки до бизнесмена, попробовать новое молоко и поделиться впечатлениями. Валентина Добродомова знает, каким должно быть настоящее молоко. Женщина прожила два года на Алтае, где привыкла к исключительно натуральным продуктам. Попробуем. Молоко вкусное и сладкое. Чувствуется, правда, пастеризация, потому что я это прям брала от коробки сразу, молоко из-под коробки, теплое, подное. Но схожесть вкуса чувствуется, что это натуральное молоко, прямо из-под коробки. Донат Сухов – профессиональный спортсмен, владелец фитнес-клуба. Он знает, что молоко необходимо для хорошей физической формы и наращивания мышечной массы. Не случайно все протеиновые коктейли для тех, кто хочет иметь фигуру культуриста, сделаны на основе молока. Но здесь надо оговориться. Пользу вашему телу принесет только натуральное высококачественное молоко. Моё личное мнение, что лучше пить 3 литра молока в день, чем различные пищевые добавки. Мой опыт работы с ребятами показывает, что когда они едят простую натуральную пищу, пьют молоко, кефир, результаты не заставляют себя ждать. И я говорил это раньше и скажу сейчас, что чем проще еда, тем лучше для занятий спорта. А что может быть естественнее, чем молоко, созданное долгом, которое для нас просто упаковали, привезли, потому что мы не можем же сами поехать в Шилово и подоить корову. Это молоко именно такое и есть. Сергей Перембаев, бизнесмен, говорит, что каждый раз, когда пьет молоко, он словно бы возвращается в беззаботное детство, когда на каникулы его отправляли к бабушке в деревню. Как человека обеспеченного его волнует не цена, а то, чтобы молоко было натуральным, без искусственных добавок и консервантов. И, конечно же, вкусным. Ведь вместе с ним молоко будет пить его дочка Лиза. Наша семья любит молоко и молочную продукцию. У нас трое детей. Мы считаем, что это залог здорового образа жизни, здорового питания. Поэтому это очень важно, чтобы этот продукт был качественным. То, что мы употребляем, должно быть максимально естественно, максимально приближено к природе. Программа «Я крестьянин» расскажет вам, уважаемые телезрители, не только о проблемах животноводства в Рязанской области, но и о том, какими должны быть высококачественные продукты этого самого животноводства. Ведь мы точно знаем, какое оно – настоящее молоко. Наша программа подошла к концу. Если вам есть, что рассказать телезрителям, а также свои отзывы и предложения, присылайте на наш электронный адрес. Крестьяне собака mail.ru Программа «Я крестьянин» покажет все самое интересное о сельском хозяйстве Рязанской области. Все, что имеет отношение к земле, садоводству, животноводству. Пишите нам, мы ждем ваших писем. С вами была Анастасия Лосева. До новых встреч в эфире и всего вам самого доброго!